Это тема, которая давно уже пытается подняться в нашем обществе и в нашей среде дискуссионной. Тема, которая назрела политически, сегодня многие аналитики по ней разговаривают и приносят каждое свое видение. Это тема исламизма, исламских сект, тема ислама, тема такая, которая вполне возможно будет скоро наиважнейшей вообще. Дело в том, что когда политологи разговаривают об этой тематике, создается впечатление, что многие вообще даже не понимают, что такое ислам и на сколько направлений, на сколько важных направлений он сегодня разделен. Это чисто историческая тема и я попробую ее кратко все-таки подать. Многие даже не понимают, чем отличается шиизм от сунизма. На этом, в принципе, основано все в этой тематике. Что такое шииты и сунниты? Здесь для освещения этой темы надо обратиться к истории ислама, к истории пророка Мухаммеда, к истории его, когда он умер и передал свою власть своим преемникам. Это произошло в 632 году нашей эры, когда пророк умер, и от него власть была передана его тестью Абу-Бакру. Потом, через пару лет буквально, когда Абу-Бакр погиб, власть была передана халифу Умару, и через 10 лет его правления власть была передана, власть над исламским миром, над исламской уммой, была передана халифу Усману. И вот после Усмана, через 12 лет, возник вопрос, кому передавать власть. Хотя был буквально наследник пророка, его племянник, зять Али. Вот этот Али, он в принципе претендовал на власть, но его как бы все время отодвигали, отодвигали. Вот после смерти Усмана состоялась такая борьба за власть. Вот партия, которая пошла за Али, она так и называлась по-арабски, Ши-А-Али, Ши-А-Али, вот от этого и произошло слово шииты, которые пошли за Али. Они столкнулись буквально в военном противостоянии с Амиядами. Там был такой Муавия из рода Амиядов, которые не имели отношения к пророку, но они были все-таки из древних арабских родов. И в борьбе за власть вот этот Муавия, все-таки у них даже была битва между ними. И получилось так, что Али, выиграв эту битву, решил разобраться такими методиками, которые оставил пророк. Я почему-то это рассказываю, это очень важно в понимании всех вот этих вещей. Методика эта была выбора по воле Аллаха, скажем так. И он отдал практически победу Муавии. Его сторонники Али ему этого не простили, и впоследствии они его даже убили. Получается так, что родоначальник вот этого направления шиизма был убит наиболее вот такими вот остервенилами, сторонниками ислама, скажем так. То есть они предъявили ему претензии за то, что Али, сам Али, зять пророка, не настолько сильно был сторонником вот этой исламской идеи. Их назвали в то время хариджитами. Вот они его убили, и после этого Амияды взяли власть. Амияды поставили видение ислама на основе сун бросила. Расскажи, чем отличались Амияды от Али? Все-таки почему она дал власть, раз возникает законный вопрос. Вот смотри. Все-второе, как ты выбрасываешь термин на основе сун, ты должен проговоришь такую сунну. Ну, сунна это определенное, как, ну-ка, помоги. Толкование Корана. Толкование Корана, да. Ну, то есть у них, получается, они разошлись в толковании Корана? Да. Ну, а если есть сунна, значит... Сейчас, сейчас, это я объясню. Сунна это толкование Корана. Значит, в Коране есть аяты, а сунна это уже толкование именно определенными этими сторонниками ислама, так? Ну, да. Ну, да. То есть книжниками. Книжниками, проповедниками ислама. То есть принятые сунны, это сунна, толкование Корана. И в сунизме были приняты именно сунны. Коран и сунна. Здесь надо сказать, что такое небольшое замечание то есть вопрос наследования власти должна ли она наследоваться по линии пророка либо она должна определяться непосредственно скажем так благочестием там исламским каким то то есть тем насколько точно насколько человек видит понимает и так далее основы ислама открыт аллаху и так далее и есть такое понятие в исламе как амр его можно перевести затрудняюсь сила власть полученная скажем так от аллах соответственно когда допустим мухаммед уже был при смерти он передал управление я сейчас не помню конкретную историю как она звучит но управление войсками он передал абсолютно молодому неопытному 18-летним там юноши когда его соратники возмутились сказали мы с тобой прошли все войны и так далее захватили пол мира ну соратники пророка мухаммеда говорят что мы мы с тобой участвовали в стольких так сказать походах и тогда мы опытные ты отдаешь власть какому-то мальчишке он говорит вы не знаете я знаю он обладает там что это такое то значит он именно он наделен видением ну скажем так связью с аллахом наиболее и мухаммед это видит и говорит вот он и будет ну это и соответственно и соответственно точности говоришь шииты радикалы ревнитель ислама да и хотят чтобы власть перешла именно к али с другой стороны можешь конечно и у наследника да то есть по линии право или менее пророка потому что сын али это сын али был внук пророка сад сам сам пророк мухаммед он сказал не в этом суть суть амри если человек близок богу он и должен вот это и есть толкование сумм и начинается столкновение то есть как определить близок человек богу не близок к калаху если в близости к роду мухаммеда как бы есть традиционная придача власти она всегда строилась от отца к сыну на природу времена маленькая неточность или вам это антитрадиционность не вообще они разрушили то что поисок он дать я скажу то есть вот именно такие законы они пошли своим путем скажем так вот ты сейчас много интересного рассказал вот эту программу но это маленькая неточность потому что такого быть не могло потому что пророк сам вот эту уму мусульманскую не создавал вот эту там не было захватнических войн аравийский остров да там было всего две битвы они были очень незначительные небольшие но для них это уже маленькое племя неважно хотя правильно толкование сунны вот это именно толкование вот именно вот проповедниками ислама которые превзносились вот этот ислам вот это сунни пошел шииты пошли по по пути крови партия партия али шиша али то есть все наследники али должны считаться имамами в шиизме да хасан и хусейн и потом пошли 12 имамов это были первые три имама али хасан и хусейн это были первые три имамы а потом еще потом еще восемь сколько девять имамов значит 12 имамов вот это вот и есть традиционно шиитское толкование называются они двунадесятники или джеффоритский маскап значит вот этот традиционные шииты которые мы сегодня видим в иране немного не представлено в азербайджане и вливание пожалуй вот это вот вот это традиционные джеффориты далее идет разговор у нас о чем раз мы вот подняли вопрос о сектах что такое секта ведь ислам разбился на множество течений и в том числе с числе и шииты тоже вот у шиитов есть множество направлений то есть они признают 12 имамов и 13 имам скрытый который должен прийти как махди значит в конце мира то есть это такая эсхатологическая теория значит во многих религиях там должен прийти какой-то носитель машина по звучанию исхода у них махди 12 имам это у шиитов а у сунитов если брать вот это чисто с эсхатологической точки зрения у них конец мира кстати идет пересекается с авраамическими религиями они даже признают что в конце мира должен прийти иисус значит вот как бы это никому не удивительно было но у них конец мира связан с приходом именно спасителя иисуса то есть там вообще признают признают всех арамических пророк арамических пророков иисуса в том числе и богоматери и так далее то есть ислам от этого не отходит в шиит в шиитме единственное что они иисуса не признают в качестве бога то есть они дают на их качестве права человека наделенного до что это пророк отношениями что это не бога человек что-то пророк немного я скажу о шиитских сектах потому что тема у нас секты все таки там несколько проще шииты разделились на несколько направлений и они разделились по видению имамов то есть некоторые из них останавливались на определенном имаме и говорили дальше мы имамов не признаем а вот это имамов нам допустим доходят до 6 там имама у него там был сын исмаил и вот пошли исмаилиты секта исмаилита ну то же самое с алавитами которых мы видим сегодня в сирии значит они вообще признают только али они вообще первого имама али и остальные для них не существует но там очень сложно связанная система у них есть там скрытые какие-то направления и вообще секта вот это халавитов они как бы в сирии они очень близки даже к христианству они признают всех христианских святых не только там пророков как в исламе принято еще и святых и поэтому очень в сирии некоторых интересует вот такая картина когда они заходят в христианскую церковь какой-нибудь феодора там или еще кого-нибудь она вдруг видит мусульманин которые моются однокорики что такое то как раз вот из половитов мы сегодня знаем что там уже много лет власти находится партия оловитов начиная с отца хафиза и сегодня башар асад его сын это все вот оловитские течения значит есть еще секта зейдитов это представлено в Йемене значит это тоже древнее такое направление в которое где еще схлестнулись такие мировоззрения которые определяли коран написанный или данные свыше понимаете вот вот это вот секта зейдитов она как раз пошла от тех направлений которые как бы признавали коран но не признавали его данным свыше скажем так ну как христианство тоже было помните монофизитство то ли христос богом посланный то ли не посланный значит то ли это сын божественный то ли это просто человек ну то есть то же самое практически это часть мы над как определенное монофизитство но в исламе если это в отношении не человека не бога а текста то есть коран конкретно то это скорее протестантская какая-то секта которая допустим не верга я про что я говорю священное предание и вот священное писание признают а предание если говорить о сектах о сектах и вспоминать сегодня откуда пошли секты в исламе то надо вот об этом и вспомнить потому что там была секта мутазелитов древняя секта которая была в восьмом девятом веке потом их разгромили аббасиды конкретно уничтожили практически всех вот они как раз и говорили о том что коран как бы мы его признаем но он не свыше входа на просто написан людьми скажем так и вот это вот несколько перешло на зеидитов которые сегодня правят в йемене скажем так понимаете вот это все завязано на политику и на ближневосточную политику как говорится восток дело тонко те же самые хариджиты которые убили али в свое время это тоже одна из сект практически шиитская можно назвать хоть они своего пророка и убили али да они сегодня представлены в амане и называются ибадиды вот вот так вот завязано все на востоке это очень интересно все потом ну кто ну вот еще очень интересная секта исмаилитов я ее не коснулся тоже шиитская секта они как раз пошли от 6 мама джафара от его сына исмаила скажем так вот эта секта была очень мощной и она в свое время в египте была правящая династия фатимидов она была очень сильная она тоже практически взяла всю мусульманскую уму свои руки но потом развалилась из-за своего скажем так несколько странного такого ну черного направления ассасины это же их ассасины тогда это их не кинжальщики это как раз вот одни из исмаилитов вот как говорит наш один из идеологов вот этой этнологии лев николаевич гумилёв он исмаилитов относится к антисистемам почему потому что они вобрали в себя все сектантские такие направления которые были и в других религиях в том числе и христи в христианстве манихейство же 8 не возникло на основе христианства она в третьем веке было практически как манихейство это вообще родоначальник всех сект скажем так все секты в последующем вобрали себя манихейские вот эти вот замашки что такое манихеи это те кто скажем так отрицал жизнь и бога а передавал все всю силу другому противоположному направлению и они договорились до того что все что в жизни это зло ведьма а все что после жизни это свет и то есть отсюда пошло вот вот это вот сектантское стремление к уничтожению жизни и я почему говорю и смоэлиты почему они не берегли жизнь они были самоубийцы ассасина они кидались с ножом могли убить какого-то правителя с ножом тут же их убивали то есть отсюда пошла вот эта вот древняя тяга к этим каком в исламе они не работали к шахидам правильно как понимаю без указания руководителя естественно там были свои направляющие да это не 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 сама реализация такая приказ в исполнении я к чему сейчас веду откуда идут вот эти вот шахидские установки на то что ты получишь в следующей жизни все а в этой жизни ты ничего не увидишь вот я к этому и веду вот это как раз вот то что ислам вобрал себя из манихейства и из других человек и ремарку то есть интересно да как получается что шеизм и смоэлиты и иран оказались связаны на одной территории то есть вот сейчас оплотом шеизма является иран то же время время иран ты является ну как бы прародиной такого дуального и мировоззрения да вот именно противостояние добра и зла такой в четко выраженной форме да это иранское изобретение то есть и смоэлиты были там да и своими но потом они сейчас шеизм там вот это интересно их разбили или перекличка то есть иран по видимости такое место дуально это очень такое сакральное место именно для ислама и для истории ну и смоэлиты еще представлены у нас в тазикистане интересную вот он горно-багашане это все так это это не современные границы это сейчас можно ставить таджикистана и сыграть исторически это риск это и сегодня на территории прозвало китая в курсе таджикистан подкачет гурно-бадахшанская конкретно область и матрудно китая то есть душунбе решил отделаться от территории написан конфликт жили и доводили и они продали эту территорию полностью все на которых были у нас разработки самоцветов много другое в частности в этом реминатор космической станции из цельного горного хрусталя и который управлялся этим называть них я просто не помню название называется она живет во франции уже в течение длительного времени целая династия живет в горно-бадахшанская область никогда не управлялся с СССР как нам рассказали ей был дан собственный статус при СССР и правителем был человек который является не как бы условно его линия живет во Франции в Париже у них по-моему и мама вот и да во Франции живет и плотность как нам рассказала тут все время Наталья которая там служила вместе с мужем это граница они интересовались поскольку они там долгое время стояли на самом высокий процент высшего образования в этой области в самом высокий процент людей получил высшего образования по СССР по слову как вопрос это тоже малоизвестность я не помню как его зовут но действительно вот этот смайлицкий лидер он живет сегодня во Франции это очень образованнейший человек и он общается там но на сегодня это это сегодня согласно соглашение получили тогда когда Таджикистан как бы вошел в состав вообще ну как условно говоря территория с одной стороны секта с другой стороны там высокие уровни договоренности с Кремлевым был совершенно по-другому линию в УСОП учились мероприятия с Малетом а вот СССР приемственность и такое мнение я читала что наиболее как бы последовательным преемником Мухаммеда являются суфии которые я вот я попытался рассказать немножко о шеизме сейчас хочу перейти на сунизм потому что суфии как раз связано именно с миром с суницким значит теперь ну в основном да значит я я не могу я не могу привести ни одной шиитского направления на основу которого легли суфии не могу отлично если кто-то мне подскажет если кто-то скажет то да хорошо я понял послушайте меня послушайте меня я знаю я не договорил теперь перейдем попробуем перейти к миру суннитов значит надо отметить что сунизм как бы они не говорили что вот весь исламский мир един и так далее что даже суницкое направление оно разделено на несколько ветвей на несколько школ и еще там накладываются еще определенные вещи подобные как суфизм и они вообще делят сунизм на очень много направлений основные четыре школы правовые школы сунизма это ханафитский масхаб ханболитский масхаб значит малекитский масхаб и шафиитский масхаб 4 основных правовых школы на них основан весь сунизм и вот для того чтобы понять насколько это важно россии и насколько важно вообще всему миру надо понимать как вот эти вот школы правовые они распространялись по всему миру насколько они имели в свое воздействие и как на основе этих школ на них ложились другие направления типа как суфийские тарикаты дело в том что наиболее ортодоксальные школы это ханбалитский шафиитский масхат для своего времени и про их возникновение было логически понятно это был 12 13 век вот когда прошли вот эти вот все шиитские секты вот эти вот всякие секты про шиитский там про суницкий было понятно что люди обратились они попытались обратиться к первоисточникам то есть появились такие проповедники которые сказали давайте обратимся все-таки обратно к корану к пророку его последователям это были первые салафиты скажем это были первые саляфи значит они обратились к своему первоисточнику там вот этот как раз вот ахмат ханбаль и родоначальник анбалитского масхаба правовой школы и мохаммед шафии значит вот они были первыми салафитами считают кстати вот если кто-то говорит чем отличается вахабизм от салафизма так вот вахабизм это одно из направлений салафизма салафизм это общемировое стремление исламских вот этих вот проповедников обратимся к родоначальникам своим понимаете вот вот эти вот две школы шафийская ханбалитская они не приемлят никаких ответвлений они не приемлят и не допускают никаких суфиев ничего они говорят о чистом исламе и вот сегодня когда из россии начали посылать на учебу вот этот египет в саудовскую аравию вот они получают как раз вот эту правовую систему которая отрицает все почему они и в том числе мухаммеда да согласен они они очень сильно в ханбалитском масла масхабе особенно категорически не приемлят никаких почитаний не захоронений не могил не памятников у них это категорически все запрещено и вот представьте сегодня вот эти вот люди которые объявляют себя провалив известняками чистого ислама они идут и разрушают всю культуру ислама которая создавалась веками а эта культура аст вся ложилась на правовую школу ханафитскую ханафитская правовая школа возникла в багдаде именно ханафитский масхаб ханафитский ислам призыв пришел к нам на территорию россии в десятом веке вот вот в чем интересная вот такая суть понимаете получается что вот мусульмане которые живут на территории россии они получили ислам ханафитского масхаба это абсолютно точно за исключение там маленьких таких ну кавказских может быть народности которые там получали там есть маленьких шафиитов есть немножко хамболитов но неважно важно то что на эту основу легли направления сушь сушь суфизма суфийские тарикаты это более более такой мягкий более демократический взгляд на ислам скажем так суфийские тарикаты они бывали разные они бывали и такие демократические научные и склонные к искусству и все что создано вообще в культуре мировой ислама это все создано суфиями практически они двигали и науку и математику и искусство и так далее это все суфии вот кого вы не возьмите из вот этих вот древних ученых там знаменитых ибн сина там и так далее они все суфии и вот этот вот ханафитский масхаб вот на территории нашей россии он наиболее философски наиболее мягкий он понимаете вот проповедники ханафитского масхабы основанные на ханафитском масхабе они вполне нормально вживались в любую культуру и они могли сосуществовать вот почему вот русская культура сопересеклась вот с этими тюрко-монгольскими народами и спокойно все абсолютно мы друг друга вжились практически так и тот же самый город казань это город двух религий можно сказать это пересечение вот этих вот двух цивилизаций тюрко-монгольской и славяно-русской скажем так для россии это очень важно понимаете сегодня когда вот эти вот теоретики вот это вот неприемлющего ничего вокруг себя ислама приходят и говорят что все это отвергается надо все уничтожать надо могилы предков рушить мы их не признаем они не признают действительно даже могилу самого пророка они говорят нельзя ничему этому поклоняться они уже уничтожали все они в свое время когда ваххабиты в начале 19 века пришли к власти они захватили власть все-таки и они разрушили даже могилы сподвижников пророка было такое потом их как как псов смердящих сами мусульмане выкинули но оказалось ненадолго через полтора столетия не снова возродили на задала вопрос какие направления в турцию там разобраться очень сложно могу сказать точно что там конечно турция вся представлена с униц с уницкими школами по видимо там ханафитский масхаб тоже то же самое и очень развитые суфийские направления я насколько знаю даже янучары представляли какой-то определенный орден суфиев и их в свое время даже потом боевой орден суфиев известны вот эти вот янучары и сегодня там звучит в турции воздействие вот это вот суфийского тариката и работ саида нурси знаете да и вот это вот вещь она подействовала кстати и на исламистские секты и на территории россии если слышали такие секты как нурджулар саида нурси буквально три года назад новосибирске одной из этих сект была была арестована потому что ее признали экстремистской фсб их арестовала вот дагестанские исследователи говорят которые следили за этими вещами они говорят вот что интересно сначала к нам на территорию дагестана в начале 90-х годов пришла секта нурджулар они поставили свои школы они поставили своих каких-то проповедников воткнули это интересная секта они свои у них руководители очень обладают высокими учеными степенями вот у нас даже на сибирске когда арестовали руководитель был доцент математики в наркозе это очень грамотные люди они образованные они вот эту философию саида нурси они преподают прямо на таком высоком научном языке а потом эти школы постепенно раз раз и говорит переродились ваххабистские школы понимаете вот так вот дагестан ваххабиты взяли интересно через секту нурджулал они переродились ваххабистов так а нурси это суфий то суфий да причем как как возможно так вот ну думайте как хотите это я просто знаю читал вот эти вот вещи просто наблюдатели вот так вот говорили это все завязано потому что ну что значит суфий вот этот преемник саида нурси гюлен его фамилия не помню как уж зовут это сегодня практически резидент церковь он живет в америке у него огромные счета и он на и он руководит всеми вот этими своими школами нурджулар по всему миру понимаете у них огромные бабки вертятся и он конкретно контактируется что там непонятного значит кому-то было надо сектор нурджулар переродить ваххабистские в принципе все понятно слово переродить перенаправить 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 значит есть какое-то общее что-то общее с помощью чего можно они они все ведь проведем все деньги и господин все 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 ведь контролируется западными спецслужбами господин махаммед абдаль вахаб это человек который родоначальник ваххабизма он был конкретными резиски он конкретно воспитывался резидентом английских спецслужб в египте он был под его контролем и он его направлял запускал и все что надо было им они так и не оборочали когда этот проект ваххабитов был отвергнут самим исламским миром они запустили другой проект братьев мусульман то же самое и взяли его под контроль то есть моя задача такая подносительный контроль я бы не сказал знаете я думаю все таки там контроль идет в полный потому что все деньги все крутятся финансовой системе запада и те кто обладает вот этим вот управлять управлениями рычагами управления вот этими финансами кто-то воздействует на них а то что там кому-то отрезать голову так как будет абсолютно к чему все таки я хотел весь этот разговор свести вот сегодня в политической во всех дискуссиях в аналитических дискуссиях присутствует такой элемент это просто нельзя не видеть народ очень сильно боится ислама ислама вообще все ислам это для людей как не знаю красная тряпка то же время вот российские мусульмане вполне обоснованно начинают предъявлять свои обидные претензии обиды потому что они действительно строили с русскими вот это государство ну в равной не в равной степени доля там или как но мы действительно стояли всегда вместе на все во всех войнах и все эти вопросы вот идеологические надо как-то решать я чему хотел сказать вот как раз и надо разобраться в нашей стране какие есть формы ислама какие они традиционные формы а то приходят мусульмане на беседу там или с кем-то разговаривать мы за традиционный ислам а что вы подразумеваете по традиционным исламом вот возьмите наши территории россии и вот какие там сунницкие школы какие суфийские направления это все хорошо нормально прослеживаться и это надо знать потому что наши мусульмане они имеют свою культуру и каждая народность она потому и сохранилась что она имела свою культуру возьмите тех же наших сибирских татар недавно я с ними разговаривал они совершенно не представляют как у какого рода ислам они представляют они говорят вот нам сказание говорят вот так вот а что вам сказание говорят кто там вам говорит о чем дело в том что есть ведь люди которые разбирались в этих делах вот сегодня допустим казанскими сибирскими татарами занимается сибирский один ученый омский селезнёк по-моему фамилия доцент но у него хорошие исследования он этнографические исследования проводил по сибири значит у него есть хорошие работы про барабинских татар про синкретический ислам которые представляют татары что такое синкретический ислам это как раз объединение вот таких вот сибирских верований и легшие на основу вот такого сунизма ханафитского толка еще разбавлена потом наш бандийским тарикатом суфийским понимаете вот это непростые вещи потому что вот недавно совсем буквально 20 лет назад сибирские татары праздновали 600-летие принятия сибирью ислама а что это такое вот кто-то хоть немножко представляет оказывается вот 1394 году под эгидой вот этих вот тимуровских завоеваний с бухары на территорию по волжье а потом в сибирь продвинулись 300 нагжбандийских шейхов суфиев понимаете и вот они может быть их 300 было может быть 30 я не знаю по крайней мере несколько десятков могил вот этих суфиев они есть по сути получается так все эти годы 600 лет татары сибирские все эти могилы считали святыми местами а сегодня приходят какие-то люди которые их учат тому чтобы эти могилы надо уничтожать и разорять понимаете я вот хочу спросить товарищи татар вы вообще кем хотите стать вы хотите остаться сибирскими татарами или вы хотите стать искусственными то же самое с кавказом очень яркий пример представляет сегодня чечня почему потому что в свое время вот после этого огромного конфликта который продолжался даже ни одной ни один будто не два длится между русскими и чеченцами два столетия все-таки так или иначе вспыхивая так или иначе приглушаясь там и так далее но нашелся лидер который ахмат хаджи хадыров который поставил точку на ваххабизме он признал их сектой человеконенавистнический абсолютно полностью неприемлемой для кавказских вот этих вот традиционных верований вот в чем смысл был подвига вот этого тахмата кадыра вы понимаете и рамзан то сегодня его политику продолжают они этих ваххабистов не просто так выкинули они сказали вы шайтаны вы сектанты понимаете почему потому что вы превратили ислам не в традиционные религии для народов которые эти народы развивают и помогают им жить вы превратили в их в исламистский интернационал который отрицает существование любой национации любого народа который их подминает используют своих целях и практическим как мы сегодня выяснили ну вообще как это всем известно вот этот вот исламистский интернационал находится в руках тех кто этим глобально заправляет кто заинтересован в мире сегодня разжечь войны прожечь хаос и так далее понимать так мусульманам надо давать конкретный вопрос кем вы хотите быть или вы хотите сохранить свои народы или вы хотите превратиться в орудие в руках непонятных людей сначала вас превратят в искусственных арабов всех танков а потом вы будете просто уничтожены и перемолоты в этой машине вот вот суть вот этих вот работы вот этих вот всех исламистских сектор хизбут тахриров и алислами там вот эти вот их сегодня даже на территории россии создается очень много и это страшно они убивают традиционных имамов которые несут традиционный ислам а русские при этом не воспринимают ислам вообще хотя мы должны быть союзниками традиционным мусульманам вот об этом я хотел сказать а теперь если хотите вопрос здесь надо сразу чтобы все понимали что есть традиционный есть фундаментальность что вот фундаменталисты это как раз то крыло который о котором ты говоришь потому что людям иногда путают фундаментализм и традиционный и а конец фундамент приходить надо вовремя очень жесткий фундамент который к сожалению используется для разрушения используется англичанами потом по наследству но он сказал шансов да в свое время когда вот эти салафийские течения возникали ханбалитская шафийская школа разрешение османской империи в первую очередь и для сохранения да и для борьбы с теми сектами которые возникали в средневековье то есть они были оправданы то есть вот этот ахмат ханбалит я правахабит правахабитов это это дальше османской империи разрушить а я говорю про 12 13 век когда возникли вот эти вот салафийские школы шафийская и ханбалитская на самом деле это просто синхронный процесс он шел в историю европе происходило приблизительно то же самое когда появился марк мартин литер допустим да 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 то есть он сказал вот что значит церкви в сторону всю совещанническую структуру в сторону да там все был жан кальвину назад и салафиты то же самое назад карану ну так то можно сказать про наши старообрядцы тоже не те же но старообрядцы все-таки они не назад какие зарядки ты считаешь травят не назад в библии старообрядка нажав ваги же на подмели к русскому толкованию скажем так то есть они даже признавали в том что российское ушло от греческого до от византийского так вы знаете и говорю ну так посмотрите вот так посмотрите где византии византии нет то есть и поэтому они были против возврата к так сказать к общее христианскому вот этому греческому да там и даже латинскому у меня другая мысль старообрядцы то есть не совсем это точнее совсем тема модель да нет возврат к старому нет возврат это этого возврат к именно к народному старому нет народному старому здесь на возврат радикальный фундаментализм я по этому поводу хотел бы закончить все эти мысли вот у меня другое видение немножко я почему закинул мысль что это вот этот вот обращение салафизма к своим истокам это в принципе модель нас как бы похоже вот на обращение с наших старофферов или допустим обращение никона к греческому обряду византийскому то есть тоже она но сначала вот это шло но пусть спорно я согласен спорно спорно хорошо я не про это хочу сказать я хочу чем отличается вот эта модель исламская и православная русская или вообще православная прекрасно все понимают что в христианстве в православии сначала происходило коллегиальное определение символа веры то есть 7 вселенских соборов проходило несколько веков собирались люди самые образованные самые скажем так средневековым временам умны и они очень долго спорили по поводу этих вещей потому что ведь было много еретических движений и и они коллегиально все-таки определили символ веры который стал потом этим символом на века поэтому русские люди они в принципе русское православие но вот этот символ веры тянет 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 веками за собой как бы а что произошло в исламе там не было такого коллегиального решения там просто приходили проповедники каждый свое 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 надиктовал 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 пошло такое разночтение они разбились на различные направления движения и так далее вот вот это вот если и когда они говорят давайте вернемся к истокам а каким истокам то возвращаться потому что сразу же после смерти пророка как там пошло уже практически такой раздраж что просто коран был написан кстати через 40 лет после смерти но это по-другому я хочу коран усмана был на не написан самое главное сегодня что как мусульмане смотрят на друг на друга потому что одни приходят и говорят вы сектанты а те на этих смотрят берет вы сектанты вот какую позицию должны люди-то занимать мы-то со стороны можем на них посмотреть и сами понять кто из них сектанты понимаете и я то хочу сказать вот как раз те салафитские направления они сегодня и стали сектами они стали не на и человека ненавистническими сектами потому что они не поняли не приняли единой формы ислама они как бы обратились к тем своим истокам но за за годы вот это вот ислама за года его перерождение они потеряли вот эту вот суть чистоты и хоть они говорят что мы приводим к вам к чистому исламу а на самом деле они приводят просто к жестокому средневековью понимаете а чистый ислам остался как раз в тех направлениях которые развивались в более таких демократических формах ислама они действительно чистые они там и ученые работали и наукой они не отрицали и так далее и они сохранили вот это вот связь вот с этим вот научным воззрением на историю которые тоже были средневековыми ты говоришь средневековый как будто в средневековье это что-то плохое я за то чтобы поддерживать как раз традиционные направления ислама и помогать им в борьбе вот с этими вот сектантами которые называют себя салахитами еще небольшая что вот суфий да возникло слова она связано со словом сад на санскрите это означает чистый не запятнан но она как бы не просто я хотел суть суфизма небольшое уточнение это путь небольшое уточнение по поводу того что вот у нас есть коллеги альный какое-то а вот у них нет 7 вселенских соборов время дело в том что символ зала сама сама структура ислама предполагает существование общин общин то есть вполне независимых себе общин до которые сами себе выбирают и мало там и так далее и в том числе и направлении то есть нет нет понятия исламская там мусульманская церковь нет такого есть община и все и каждая на самоуправляемые идеале как бы это небольшие коллективы людей которые абсолютно демократическим путем выбирают себе на основе амра этого выбирают себе руководителя и так далее то есть нет нет церкви общей нет структуры то есть вот то что допустим в советском союзе там были духовное управление духовные лидеры это это все как бы ну которая бюрократическая надстройка надо исламской общины которые сегодня сегодня такая завтра такая на самом деле в исламе не регламентирована не не церковь не випы и в силу этого у них нет вот то о чем ты сетаешь что нет там коллегиальных решений я не сетую я просто определяют то почему так получается что одни смотрят на других как на сектантов послушаешь этих духовных исламских проповедник как они друг друга не хотят у них это заложено в структуре ученик проклят то 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 что же как рождистов они другого ненавидят вот как как бы совершенно нельзя сравнивать буддизм и ислам но тем не менее буддизм такая же структура в которой нет четкого центра нет структуры и сегодня в исламе взял силу как раз направление которое проповедует создание вот это вот чистого халифата а чистого халифата у них никогда и не было потому что весь халифат у них был сразу раздраен мать можно тут даже их ну праведные халифы это конечно понятие очень перевода относительной государственности у них об но они на войне там держались на завоевании халифат осуществовал как раз он распался вот сам мохаммед и абу бакар это еще были люди которые проповедовали справедливость и любовь действительно это коран это вещь которая можно читать она воспринимается всеми людьми то умар уже проповедовал религиозную не пути не проповедовал привносил свои военные завоевания религиозную нетерпивость усман который собрал потом коран он как бы уже дал даже ход такой как коррупции семейный он ставил во главу всяких таких вещей своих родственников и так далее со что его потом убили то есть не было у них такого вот совершенно чистого а уж взять потом династию амиядов или аббасидов то там уже пошли такие завихрения что недаром там секрети развились для больше усложняется зарплаты поэтому мечта вот этих вот людей салафитов какой-то чистоте ислама она не основана даже исторически не практически практически ни на чем кроме действительно вот это вот гениального человека совершенно гениальном государственника и деятеля это пророка мухаммеда это действительно был человекと находит